Я хотел с вами поговорить о выстреле в собственную ногу, которую сделали российские и белорусские так называемые власти, уничтожив в стране свободную журналистику, свободную прессу и свободное издание, которые были к ним оппозиционными. Но дело в том, что совершив вот этот вот акт, они вытолкнули себя точно на такой же самый отшиб, на котором находились советские власти под конец своего правления, когда люди уже не слушали и не читали советскую прессу. Сейчас объясню в чем дело. Смотрите, дело в том, что если бы, скажем так, если бы московские или там белорусские власти предложили своим жителям, своим гражданам высокий уровень жизни, такой как в Швейцарии, в Штатах, там еще где-нибудь, неважно где, хотя бы в Сингапуре, высокий уровень жизни, где люди были бы в достатке, в тепле, сытые, одетые, обутые, дети с хорошим образованием. И не надо было бы ехать за границу, работать или вообще текать. То к ним бы прислушивались, их бы слушали, слушали бы ту прессу, которая осталась им верна и в общем-то они не попали бы в информационную яму. Но, что власти России, что власти Беларуси и те, и те ничего кроме нищеты и голодьбанства не продуцируют. То есть, народ нищий, что там, что там. Ну давайте по большому счету. И там, и там нищета и голодьбан. И развал, и разруха. Это абсолютно очевидно, даже нечего доказывать. Так вот, так вот. В таком случае, когда власти ничего кроме нищеты народу не предлагают, народ ищет правду на стороне. Соответственно, вот те вот прикорытные средства массовой информации, которые остались, что у Лукашенко, что у Путина, с озаренком, как там еще это, Симонян, Соловиный помет. Вот, ну, вот эта вся прикорытная, мерзкая абсолютно публика, на которую без блевотного этого мешка невозможно смотреть. Они интересуют, и их будут слушать 2-3% особо умалишенных, ну, типа отрядов Путина, или там конченных абсолютно ебатик в Беларуси. Но эти пропагандисты, эти пропагандоны типа Озаренка, они никого никогда в жизни не переубедят. В силу своего скудаумия и в силу того, что тот образ жизни, за который они ратуют, это образ жизни в Северной Корее. А это тоже никого не прельщает. Дело в том, что если бы, например, а что с основным... Сейчас я просто закончу, немножко сложно. А что вот с остальной частью граждан, которых вот эти Озаренки, Симоняны и прочее им отребья, ну, как-то не особо устраивает в качестве источника получения информации. Так вот, подавляющее большинство граждан просто напрочь выключают в результате телевизора, чтобы не слышать этого кошмара, этой грязи, льющейся с телеэкранов. И перейдут к созерцанию правильно альтернативных каналов. Да, им запрещено выходить в печатных изданиях. Да, их не показывают по телевизору, по каналам официальным России или Беларуси. Ну и бог с ними. Есть интернет. Есть, в конце концов, телеграм-каналы. Есть ютуб. Есть масса новостных сайтов, с которыми вы ничего не сделаете. Вы же не заблочите весь интернет. Хотя и это возможно обрубить кабель, да. Вот тогда будет сталинский порядок уже. Но это уже в другой реальности. До этого еще, скажем так, не дошло. Поэтому люди в результате перестают смотреть озаренков по государственному телевизору и начинают смотреть альтернативные каналы, запрещенные в обычной жизни. И получается, что если раньше вот эти альтернативные каналы, которые пока они еще не были запрещены, они как-то еще в отношении властей себя сдерживали немножечко. Правильно? Потому что они все-таки работали в разрешенном поле вот этих вот государств. И им было немножечко тяжело из него вывалиться. Ну или неуютно было из него вывалиться. Соответственно, ну они себя вели более сдержанно по отношению что к режиму Путина, что к режиму Лукашенко. А теперь вы из них, эти средства связи из него просто выдавили. Взяли и вышвырнули. И никаких тормозов в отношении Путина, Лукашенко и так далее у них уже не осталось. Они вне информационного поля, как журналисты, они не существуют. Соответственно, могут говорить, что о Путине, что о Лукашенко, что о их компашках. Все что угодно. Все что они думают, точнее. И в результате, что Путин, что Лукашенко, ну они же туго думают у нас, они не очень соображают хорошо. Они выстрелили себе в ногу. Вместо, скажем так, получив вместо журналистики, которая была, да, оппозиционной, но находилась в каких-то рамках. Потому что все-таки надеялась ходить на их пресс-конференции. Надеялась все-таки снимать офисы в центре Минска или в центре Москвы или еще где-либо. То есть сейчас они полностью перешли на фриланс. Они перестали существовать. И начали, и начнут, и начали уже мочить Лукашенко и чуть-чуть позже Путина начнут абсолютно по полной. Почему? Да потому что их больше ничего не сдерживает по отношению к этим вот товарищам. Поэтому вот это вот запрещение, запреты, запреты свободной журналистики, что на России, что в Беларуси, переведут прямо противоположным результатам. Просто потому что люди смотреть жвачку по телевизору не станут, а журналисты со своей стороны перестанут гнать жвачку, такую, скажем так, удобную для режимов, которую они гнали раньше. И начнут просто говорить, доносить до людей то, что они думают на самом деле. Но до этого же надо было Путину с Лукашенко дойти, они никогда не дойдут. Они будут продолжать то, что они делали. Соответственно, люди будут получать больше нормальной информации.